Всем привет и добро пожаловать на самое подробное видео о том, что делать, если у вас не устанавливается драйвер NVIDIA. При установке драйвера у вас может вылезти такие ошибки. Сбой программы и установки. Этот драйвер не совместим с данной версией Windows. Этот драйвер не обнаружил совместимого графического оборудования. Для достижения наибольшего успеха сделайте последовательно все, что показано в этом видео, и тогда у вас будет больше шансов решить данную проблему. Также, чтобы вам было удобно ориентироваться, в видео будут добавлены тайм-коды, которые вы сможете посмотреть в закрепленном комментарии. Пожалуйста, не торопитесь и досмотрите это видео до конца, потому что я поделюсь очень большим объемом полезной информации. Ну что, давайте приступим. Первая причина – это версия Windows, обновления и драйвера. Из-за неустановленных обновлений у вас может появиться такая ошибка, поэтому мы переходим в поиск, пишем здесь обновление и жмем проверить наличие обновлений. Если Windows у вас найдет какие-то обновления, обязательно их скачайте и дождитесь, пока они установятся. Результатом должно быть вот такое сообщение – у вас установлены все последние обновления. Также причиной может являться версия Windows. Если у вас драйвер не устанавливается после переустановки Windows и появляется ошибка о несовместимости с данной версией Windows, то скорее всего дело самой версии Windows. Вам нужно скачать просто другой образ. Лучше всего скачивать официальную версию Windows 10. Как это сделать, у меня есть отдельное видео на канале. Ссылочку я оставлю в описании. Простыми словами, если вы не уверены в источнике, откуда вы скачивали Windows и после этого появилась ошибка, вам нужно переустановить официальную версию Windows. Драйвера тоже могут быть причиной данных ошибок, но относится это только к ноутбукам. Если у вас ноутбук и у вас ошибка, что графическое оборудование не найдено, то вам обязательно нужно установить драйвер чипсета, а только потом устанавливать драйвер NVIDIA. Вот на примере ноутбука Asus я выбираю операционную систему, листаю вниз и вот тут у нас есть драйвер чипсета. У меня на канале есть видео практически для каждого производителя, как правильно установить драйвера на определенный ноутбук. Все ссылки также будут в описании. Следующая причина это ошибка в названии видеокарты, несовместимость новых драйверов и неправильно указанная битность системы при скачивании драйвера NVIDIA. Первым делом убедитесь в точном названии вашей видеокарты. Для этого переходим в свойства моего компьютера, диспетчер устройств, открываем вкладку видеоадаптеры и смотрим название видеокарты. Если у вас здесь отображается базовый видеоадаптер NVIDIA, тогда правой кнопкой переходим в свойства, жмем сведения, находим в списке ID оборудования и копируем самое верхнее значение. После чего переходим в Google, вставляем и там где больше всего повторяется модель видеокарты, это и есть название вашей видюхи. В моем случае получается это Gigabyte GTX 1080 G1. Есть и другие способы узнать модель своей видеокарты, вы можете заглянуть в свой корпус. Вот как вы можете видеть на фотографии, там будет тоже указана модель. Еще можно посмотреть через программу AIDA, для этого после открытия программы переходим в отображение и смотрим либо видео PCI, либо видео Windows. Если у вас ноутбук, то помните, что Intel это всегда встроенная графика. И здесь мы видим модель нашей видеокарты. После того, как мы узнали модель нашей видеокарты, мы выбираем ее в списке на официальном сайте NVIDIA. Ссылочка также будет в описании. В моем случае это получается GeForce 10 Series, это серии 1080, 1060, 1070 и так далее. 9 Series это старые видеокарты, к примеру 9600GT. Не перепутайте. Выбираем 10 Series и 1080. Далее нам нужно выбрать битность системы. Если вы ошибетесь в выборе битности, то у вас покажут ошибку о несовместимости с данной версией Windows. Поэтому. Снова переходим в свойства моего компьютера и смотрим тип системы. В моем случае это 64-разрядная, получается выбираем Windows 10 64 бит. Следующий пункт это стандартная либо DCH. DCH это относится больше к новым видеокартам серии RTX. Если у вас есть ошибка и в ней написано DCH, тогда вам обязательно нужно скачать именно эти драйвера. Во всех остальных случаях скачиваем стандартная. Жмем поиск и жмем загрузить сейчас. И еще кое-что. Если у вас старая видеокарта, то скорее всего вам нужно будет скачать старые драйвера для нее. Это нужно сделать по двум причинам. Первое. То, что видеокарта у вас уже не поддерживается. И второе. Новый драйвер может быть тупо несовместим с версией Windows. Еще раз повторюсь, это касается лишь только тех, у кого просто древнейшая видеокарта. Для этого мы переходим на расширенный сайт Nvidia. Ссылочка также будет в описании. И здесь давайте, к примеру, выберем старую видеокарту под названием 9600GT. Это у нас будет 9 сериес. Здесь, кстати, также можно скачать 32-битные драйвера. Выбираем соответствующую систему. К примеру, пускай это будет Windows 7 32-бит. Жмем поиск. И вот у нас есть тут список драйверов. Если у вас старая видюха, попробуйте установить, начиная с самого древнего драйвера. Версия драйвера изменяется снизу вверх. То есть, в самом низу самые старые драйвера. В самом верху самые новые. Драйвер пока не устанавливаем. Не торопимся. И сейчас вы поймете почему. Удаление старого драйвера. Часто при использовании всяких программ типа драйвер паков, там, солюшенов этих и так далее, у вас может установиться совершенно неродной драйвер для вашей видеокарты. Поэтому мы сейчас выполним чистую установку нашего драйвера. Программа называется Display Driver Uninstaller. Программа бесплатная. Я залил ее на Яндекс.Диск. Жмем скачать. Ссылочка также будет в описании. Обязательно ее распаковываем. Правой кнопкой излечь все. Открываем папку. Вот у нас программа Display Driver Uninstaller. Правой кнопкой запускаем ее от имени администратора. Закрываем тут все окна. Программа нам пишет, что лучше это делать в безопасном режиме. Но на моем опыте у меня ни разу не было с этим проблем из-под обычной загрузки Windows. Поэтому, если вы немножко боитесь и сыкуете, можете перейти в безопасный режим. В безопасный режим можно перейти, нажав перед включением много раз клавишу F8. Пока мы не начали удалять предыдущий драйвер, обязательно там закройте все свои документы, потому что после удаления произойдет перезагрузка. И после нее будет стандартное разрешение, базовое. Как будто вы первый раз установили Windows. Ну там разрешение 640 на 480. И уже оттуда мы будем устанавливать наш скачанный драйвер. Выбираем тип устройства. Это у нас графический процессор. Он сразу сам определил, что это у нас Nvidia. После выбора мы жмем удалить и перезагрузить. Больше ничего делать не надо. У вас компьютер сам уйдет в перезагрузку. Просто дожидаемся, пока у нас перезагрузится компьютер. Я на своем компьютере сейчас это делать не буду. По той причине, что мне нужно снять видео и все показать. Если я удалю драйвер, я не смогу показать вам видео с экрана. После перезагрузки мы открываем наш скачанный драйвер от Nvidia. Жмем принимаю продолжить. И здесь очень внимательно мы должны поставить галочку выборочная установка. Жмем далее. Где написано выполнить чистую установку, ставим галочку. Это обязательное условие. Жмем далее и дожидаемся, пока у нас установится драйвер. И проверяем все ли у нас исправно работает. Следующее решение это обновление через GeForce Experience. GeForce Experience это программа, которая поставляется вместе с драйвером от Nvidia. Позволяет записывать рабочий стол, геймплей, а также скачивать драйвера. На некоторых форумах пишут, что ни в коем случае нельзя устанавливать драйвера через GeForce Experience. На практике все наоборот. Как раз таки, когда вы устанавливаете драйвера через GeForce Experience, он с точностью определяет модель вашей видеокарты. Сразу вам подкидывает необходимый драйвер и все проходит гладко. Поэтому, если вы до сих пор не решили эту проблему, переходим на официальный сайт GeForce Experience. Ссылочка также будет в описании. И жмем скачать. Жмем принимаю продолжить. И далее, 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 далее. Дожидаемся окончания установки и у вас автоматически откроется GeForce Experience. Если этого не произошло, то у вас должен появиться ярлык на рабочем столе. Просто открывайте его оттуда. Здесь нам нужно обязательно войти в учетную запись. Иначе вы не сможете обновить драйвер. Можно вводить через Facebook, через Google, либо зарегистрировать учетную запись NVIDIA. Мы вошли. Переходим во вкладку драйвера. Тут в списке у нас должен отобразиться драйвер. Жмем на кнопку загрузить. Драйвер начнет скачиваться. И потом запустится автоматическая установка драйвера. Жмете далее, далее и пробуйте установить. Идем дальше. Следующее, что может являться причиной, почему у вас не устанавливается драйвер NVIDIA, это не обновленный BIOS. Больше всего данная ситуация распространена на ноутбуках. Но сейчас я просто покажу, откуда его можно скачать. И примерно как его установить. На том же примере ноутбука Asus во вкладке драйвера и утилиты переходим на BIOS и PO. И вот у нас какая-то версия BIOS. Ее можно скачать. Сразу скажу по опыту, что BIOS обновляется в основном из-под винды, либо из-под самого BIOS. Если вы будете его обновлять из BIOS, то тогда вам понадобится флешка. Для этого нужно зайти на официальный сайт производителя, найти там модель материнской платы, либо модель ноутбука, скачать BIOS, записать его на флешку и уже загуглить инструкцию по обновлению BIOS для вашего производителя. Обычно касается это очень старых компьютеров, либо ноутбуков. Когда на них устанавливают слишком новую операционную систему, к примеру, Windows 10. Устройство старое, оно не поддерживается, BIOS не обновляется, и в новой операционной системе он не может задействовать вашу видеокарту. Вследствие чего у вас появляется ошибка о несовместимости оборудования, либо отсутствии графического адаптера. Помните, что если у вас старое устройство, то лучше всего туда ставить ту систему, которая у вас стояла там изначально. Иначе вы будете испытывать подобные проблемы. Ну и последнее, что у нас осталось, это неисправность оборудования. Если у вас появляются вот такие вот артефакты, как вы можете сейчас видеть на своем экране, то скорее всего вам придется либо перепаивать, прогревать чип на вашей видеокарте, либо ее менять. Ну и естественно установка драйвера будет невозможной. Как можно определить неисправность, обычно видеокарта начинает очень сильно нагреваться. Поэтому обязательно в простое проверьте ее температуру. Если она прямо обжигает ваши пальцы, то скорее всего неисправна ваша видеокарта. Это были самые распространенные причины, почему у вас не устанавливается драйвер NVIDIA. Обязательно напишите в комментариях, помогло ли вам это видео. Также напишите, какой именно способ вам помог решить проблему. Если есть какие-то вопросы, вы можете оставить их там же. Если все-таки вы решили проблему, то обязательно поставьте лайк. В любом случае подпишитесь на канал. Всего доброго. Пока.